Друзья, должна признаться вам, я была не права. Несколько лет назад я записала отзыв про Аликанты, и я опиралась на свое мнение, на свой опыт жизни на Коста-Бланка. Но оказалось, что я не знала этот район Аликанты. Я не знала, что он относится именно к Аликанты, и я не была внутри урбанизации, внутри новостроек. И сейчас я с интересом рассматриваю предложение недвижимости, потому что я бы хотела в будущем иметь здесь квартиру с видом на море, для того, чтобы совмещать наш активный стиль жизни в Аликанты и расслабленный, размеренный стиль жизни здесь в Аликанты. Кто понял жизнь, тот не спешит. Когда я приезжаю в Сан-Хуан, у меня именно такое внутреннее ощущение. Приветствую вас, друзья! Сегодня я вам представлю квартиру в одной из самых престижных резиденций The Style by TM. Чем известна компания TM? Во-первых, эта компания с более чем пятидесятилетней историей. Компания – один из лучших и самых крупных застройщиков. Все резиденции компании TM отличаются высоким качеством строительства, высоким удобством для жизни. Здесь различные бассейны, спортивные залы, залы для йоги. Все это мы увидим внутри резиденции и, конечно же, посмотрим саму квартиру. Ну и, конечно же, я не могу не упомянуть о жемчужине Сан-Хуана Плая. Это у его пляжа. Всего в пяти минутах ходьбы от резиденции мы приходим сразу на пляж. Это один из самых длинных и самых больших пляжах в Испании. Его протяженность 6 километров, средняя ширина полосы 70 метров. За что его любят? Его любят за мягкий песок, за удобство и за инфраструктуру. Здесь куча всяких спортивных комплексов для тренировки, игры в волейбол, детских площадок. Обязательно челенгиты. Советую вам посетить все и выбрать для вас одну из самых любимых кафешки, рестораны и, естественно, саму посеву. Это набережная длиной 6 километров, непрерывная, без волнорезов, без каких-то преград. 6 километров туда, 6 километров обратно. Кто любит заниматься бегом, спортом, идеальное место. Друзья, я с удовольствием вам представлю нашего партнера в Аликанте, директора компании Ресель, Юлию. Сейчас мы зададим несколько вопросов. И самый первый вопрос, Юлия, я тебя не как профессионала, а как маму двух детей хочу спросить. Каково жить в Сан-Хуане или конкретно жить в этой резиденции? Это идеальная зона для жизни с детьми, так как здесь есть вся инфраструктура, большое количество парков. Эта зона очень зеленая, рядом море, огромный пляж Сан-Хуана. Также есть школы, государственные школы, получастные школы, это поле Хьюс Консертадус частный, большое количество детских садов, есть госпиталь, есть даже медицинский университет Мигель Эрнандес, который здесь буквально в пяти минутах от этой резиденции. Поэтому это очень безопасная и комфортная зона для жизни. Итак, я понял, что здесь очень зелено, здесь очень прекрасная инфраструктура, очень хороший район. А теперь как к профессионалу. Как ты думаешь, для кого, для какой аудитории эта резиденция будет идеальным местом для жизни? Эта резиденция подойдет как для семей с детьми. С маленькими детьми здесь очень комфортно жить, так как в резиденции есть большое количество общих территорий, есть спортзал, бассейн, можно отпускать деток, чтобы они проводили время на закрытой территории, это очень удобно. Так и вообще для пар тоже, как и вторая резиденция, тоже очень хорошо подойдет, потому что мы находимся прямо на самом побережье. Если вы хотите использовать эту квартиру как дачу, такого плана резиденции, использовать как вторые резиденции, это тоже очень удобно. Можете приезжать без собственного автомобиля, вся инфраструктура под рукой, отдыхать на пляже, 5 минут пройтись до него, поэтому это очень удобно. И для постоянного места жительства, и использовать как вторую резиденцию. Если вы ищете недвижимость, обращайтесь к нам, мы подберем для вас идеальный вариант. Компания Ресель. Недвижимость по любви, но с расчетом. Юля, большое спасибо за информацию. Друзья, надеюсь, вы так же заинтригованы, как и я. Я еще не был в этой резиденции. Идем смотреть. Сколько стоят ваши эмоции? Утренняя чашка кофе с видом на море, вечерний закат, ужин, купающиеся дети счастливые в бассейне. Жить в таком месте – это наслаждение комфортом, наслаждение спокойствием. Сегодня мы смотрим квартиру в резиденции ТМ. Давайте начнем с двери. Надежный охранник вашей квартиры. Здесь очень качественная дверь с наполнителем, со множеством засовов. Эта квартира абсолютно новая. И на входной группе нас встречает сразу кухня. Кухня американского типа, она совмещена с залом. Столешница из керамогранита. Вообще, компания ТМ отличается тем, что использует всегда качественные материалы и делает очень качественную отделку. Мы также видим шкафы на кухне. Тоже сделаны очень качественно. Раковина, розетки для бытовой техники. Розеток вполне достаточно. С двух сторон по две розетки плюс отключатели для света. И уже встроенная техника компании Siemens и Ike. Вытяжка компании Siemens. Плита компании Ike. И духовой шкаф тоже компании Ike. Место под холодильник. Холодильник тоже будет встроен. Тоже будет. Любая женщина здесь будет, ну не скажу, что счастлива, но она будет реально довольна. Потому что очень много места, очень много шкафов. Место для посудомойки. Ящики. Кстати, обратите внимание, компания ТМ позаботилась. Здесь уже есть встроенные места для приборов. Все ящики с доводчиками. Как я уже говорил, мебель качественная. С кухни выход в галерею. Это такая санитарная зона. Здесь место для стиральной машинки, для сушильной машинки. Мы видим здесь две розетки. И здесь вот стоит такая система отопления и поддержания горячей воды. Система на электричестве. И здесь вот в легкой доступности стоит кондиционер. Кстати, система кондиционирования. Здесь распределение общее. Не просто стоит один какой-то рефлектор в комнате. А по каналам воздух распределяется равномерно по всей квартире. Говорили про систему кондиционирования. Вы видите выведенные дефлекторы, которые обеспечивают равномерное распределение воздуха по квартире. Это жилая зона. И вы заметили, что она очень хорошо обеспечена различными розетками. Здесь порядка шести или семи розеток только на эту комнату. Плюс различные подводки для кабельного и обыкновенного телевизора. Есть розетки под интернет. И по-моему даже для умного дома, если я не ошибаюсь. Поправьте меня в комментариях, если я ошибся. Еще один дефлектор для кондиционера. Еще одна розетка с выводом для подключения в интернет. И естественно выход на общую террасу, которая совмещена со спальней. Из гостиной мы переходим в зону отдыха. Здесь две спальни слева и справа. Справа спальня основная. Она с видом на море. И за мной еще два санузла с душевыми кабинами. Этот санузел оборудован душевой кабиной, раковиной. Опять я замечу, обращу точнее ваше внимание, что очень качественная сантехника, качественная мебель, унитаз и опять много различных розеток. И немаловажный фактор. Каждая ванная комната и первая и вторая оборудованы системой подогрева пола. В Испании зимой, особенно в ванных, потому что нету окон и некуда заходить теплому воздуху, бывает довольно прохладно. И я видел, что испанцы вешают всякие обогреватели и так далее. Здесь уже этот вопрос решенный. Опять же, это внимание компании ТМ к мелочам. Теперь посмотрим с вами самую маленькую спальню. Ну их всего две, это просто меньше. Это не основная спальня. Скорее всего, ее можно использовать как детскую спальню, либо как детскую комнату. Опять мы видим здесь много розеток. Вы можете подключать. Есть розетки для телевизора с кабельными каналами. Есть розетки с каналами для интернета. Еще одна розетка, видимо, для прикроватной тумбочки. И шкафы. Встроенные шкафы хорошего качества. Тяжелые двери. Хорошо ездят без затруднения. И внутри шкафы, они отделаны не просто какой-то фанерой, а они даже имеют некую такую структуру, что придает некую такую элегантность этому шкафу. В общем, шкаф явно не из Икеи, не дешевый. И очень немаловажный момент, который обычно беспокоит наших соотечественников, это вид из окна, не окна в окна. Как вы видите, здесь вид открывается на другую резиденцию. И дома друг от друга стоят достаточно далеко. Ну, на вскидку метров 200 точно, а то и 250. Для этой небольшой спальни мы видим два дефлектора выхода кондиционера, кондиционирования воздуха для поддержания хорошего, комфортного микроклимата в комнате. Пойдемте посмотрим большую спальню. Это основная спальня, и она отделяется отдельной дверью, отделяется санузел и сама спальня. Начнем с санузла. Этот санузел немного побольше. Он также оборудован качественной сантехникой, унитазом, подогрев пола. Есть еще электросушилка для того, чтобы зимой просушить какие-то вещи. Общая раковина. Вот мы видим уже компания ТМ нам подарила какие-то полотенца банные и душевая кабина. Душевая кабина здесь тоже большая. И смотрите, я вот буквально толкнул дверь, и она очень хорошо едет. То есть она без всякого усилия открывается, закрывается. Сделано все очень качественно. Напротив ванной комнаты также находится встроенный шкаф. Шкаф тоже такого же качества, как и в той спальне. Тоже изнутри отделан таким интересным покрытием. Тактильно ощущается, как очень дорогая мебель. Здесь мы видим также ТМ встроила какие-то крючочки, чтобы вешать одежду. Ну и обыкновенная планка для того, чтобы вешать свою одежду уже на плечики. Еще один шкаф. Да, здесь какой-то раздел, видимо, для обуви, скорее всего. Ну для чего будет и стоит. Да, здесь это раздел для обуви. И смотрите, как я и говорил, это довольно... Ну это не дешевая мебель. Здесь даже предусмотрены такие стойки, чтобы эту обувь укладывать как-то аккуратно. И она не лежала ни навал. То есть мы угадали, а это реально ящик для обуви. И второе отделение шкафа уже оборудовано такими вот ящиками. Ну под одежду, которую скорее всего не нужно вешать на плечики, а просто сложить. И тоже планка для каких-то рубашек и коротких вещей. Также эта комната оборудована розетками. Розетками для телевизора. Еще какими-то выходами для интернета. И основной жемчужиной вообще этой квартиры является терраса. Большая терраса. Вообще испанцы очень много времени проводят на террасе и проводят на улице. Завтраки. Завтраки они вообще обедают в барах. Но обеды, ужины в основном на террасе. Особенно если это видовая терраса, как конкретно в этом случае. С террасы виден пляж Сам Куан. И открывается шикарный вид на море. На террасу два выхода. Один выход прямо из спальни. И второй выход из зала. Терраса также оборудована розетками. И подключением кабельного телевидения. И как мы видим, сами розетки тоже закрываются, защищены от внешнего воздействия. Что в общем-то тоже мелочь, но приятно. Как я уже говорил, компания ТМ очень внимательна к мелочам при строительстве своих жилых комплексов. Одна из таких мелочей, я нигде этого раньше не видел, это вот эта вот линьевка. То есть сток воды с террасы. Вода не попадет к вам в комнату. Это линьевка по всей длине каждых из выходов. Вот линьевка это слив в канализацию воды, которая дождь или может быть вы моете пол. Ну вот она и есть. Это очень такой значительный момент. Линьевка по всей длине. Мы спустились на лифте на нижний этаж, на минус первый. И проходим в зону тростера с кладовок. Наша кладовка номер 70. Довольно большая объемная кладовка. Я не знаю, здесь квадратов 5 и потолки высотой наверное метра 3. А то и больше точно. Также здесь при выходе из лифта, но уже в другую сторону находится гараж. И у вас там есть парковочное место. Гараж как в американских фильмах. Как мы видим, под самим домом есть большой светлый паркинг. И у этой квартиры есть свое парковочное место под номером 174. Ширина парковочного места 2,5 метра, что довольно хорошо в испанских реалиях, потому что обычно уже. Ну и длина. Здесь мы увидели пример того, что здесь есть возможность подключить свою электрозарядку. Если вы фанат электромобиля, то вы можете обратиться в коммунидат и попросить разрешение на подключение своей электрической зарядки. Резиденция ТМ. Какие у меня эмоции связаны с этой резиденцией? Это качество, престижность и комфорт. На территории резиденции находятся три бассейна. Находится спортивный зал. Зал для отдыха. Вы можете там отмечать какие-то праздники, дни рождения детей и так далее. Да, эксклюзивная закрытая территория. ТМ очень тщательно относится к выбору персонала обслуживающего для территории. Вы обучаете его специально и все сделано для того, чтобы вы наслаждались и жили в их резиденциях с комфортом. Итак, подведем итог. Квартира с шикарным видом на море, видовая, с большой террасой в самой престижной резиденции Плая Сан-Хуан. Как вы думаете, сколько она стоит? Пишите вашу версию в комментариях. Если вас интересует цена, просто напишите, сколько стоит, мы вам ответим. Субтитры создавал DimaTorzok